ну здравствуй ты смотришь юбилейный выпуск еженедельного криптографического дайджеста номер 45 а вот деда у руля опять да речь идет про дональда трампа и я прекрасно понимаю что об этом сейчас не говорит только ленивый но мы не такие и это не значит что мы с тобой об этом не будем говорить просто мы будем говорить и обсуждать то что скрыто между строк то что подавляющее большинство вокруг не обсуждает наверное сейчас даже не до конца понимает и естественно не ждет тех событий которые из этих сейчас обсуждений непосредственно мы с тобой и определим а во всем по порядку сегодня выпуск будет точно короткий и так дональд трамп победил но что нам с этим делать а делить все что он говорит ровно на 10 может быть даже чуть больше и проблема заключается в том что сейчас мы испытываем явно очень ярко выраженную мощную эйфорию рынке об этом так и говорят посмотрите на цифры но чем ярче и сильнее эта стадия тем быстрее и тяжелее придет суровая реальность которая нас спустит с небес на землю и накроет так что будет очень больно второй важный момент является следствием первого одновременно он и очень позитивный и довольно рисковый для рынка почему позитивный да потому что он состоит из абсолютно позитивных событий очень сильно влияющих позитивно и говорящих о том что но вот сейчас просто происходит фундаментальный сдвиг в сторону прям вот теперь светов даже этого в конце тоннеля это прям может сказать ясный день наступает чем проблема в том что эти события происходят настолько плотно упакованными по времени что их влияние в итоге многократно усиливается тем что мы видим просто что день ото дня у нас просто сплошное какое-то чудо и счастье и рынке реагируют проблема в чем что это реагирование настолько является как бы по своей сути не эволюционным настолько эмоциональным что откатиться и рухнуть назад она может просто в одночасье и вот это как раз риск того что эти события сильно влияющие позитивно происходит очень плотно прям по времени прям буквально вот там за несколько дней посмотреть как реагирует рынок вот я сейчас смотрю эти цифры и просто думаю блин но это как бы вроде бы все ждали но принципиально ничего не поменялось а рынке просто сейчас в угаре начинают реагировать таким образом что не просто будет рассмотрен эти плюсы растет вообще все и альта и биток вообще все вместе кони люди это выглядит реально очень довольно таки пугающим тут есть еще один очень важный момент конгресс сша сейчас подавляюще контролируется республиканцами ставим на паузу и возвращаемся на пару месяцев назад внутри а и вспоминаем когда бипартийным решением гармонично и синхронно были приняты такие законопроекты как fit 21 тогда были и демократы и республиканцы зарублен на корню законопроект саб 121 привет гэри генслер и на который потом в результате наложил вето байден и в итоге все-таки они протолкнули хоть немножко смягченной форме то представляю что сейчас будет происходить когда балом правят одни республиканцы даже вопросов не будет стоять о том что они будут поддерживать буквально любую идею связанную скрипта ну до какой-то степени возможно я даже немножко напрягаюсь этим потому что возможно полетят какие-то одобрения может быть даже и запредельно авантюры но не суть и сейчас это вот прям полным ходом паровозу дали зеленый свет и он сейчас просто поедет по этим рельсам вперед вот и второй момент генслер который сейчас невероятным образом тормозил вообще развитие мне кажется даже здравого и нездравого смысла связанных скрипта до конца этого года с очень большой вероятностью идет и об этом говорил не из блоки от 7 ноября не буду повторяться но это прям вот реально с большой вероятностью и вместо него там будет человек который будет полностью лоялен и фактически управляться трампом его администрации и сейчас это будет на мой взгляд крайность вот из плохой мы перейдем в крайность очень сильно хорошую что на самом деле является тоже крайностью что в принципе это нехорошо да извини за такую тавтологию но суть ты уловил баланс который вот может быть какой-то разумный баланс он скорее всего сейчас уйдет просто в сторону вот поэтому здесь естественные рынки это видят и эволюционному такому нормальному порядочном развитию сейчас на мой взгляд будет вредить безумное эйфорическое просто вот это вот забег вот это это такое может быть прям волна такой продажа цунами который будет смывать сейчас вообще абсолютно здравый смысл любого человека потому что тут буквально так вот смотришь на то что происходит и думаешь ну ну все вот она это как раз та самая фома котором многие блогеры говорили там прежде всего вспоминается сразу боб лукас да вот этот человек который всегда спокойно размеренно говорит нужно выдохнуть но когда ты видишь вот эту вот легкую возможность заработать просто впрыгнув и там завтра проснувшись видеть на плюс 20 процентов и там могут плюс 50 тебя это в стране не оставит ты также занырнешь и ты станешь частью той статистики которая и разгоняет этот рынок вот что на самом деле очень хорошо это конечно потом пройдет я уже сейчас не будут повторяться и вот здесь как раз как это может потом проходить и заканчиваться меня очень сильно настораживает но мы идем дальше и раз уж фраза не технический анализ тебе зашла а фраза не финансовый совет не знаю как тебе но мне уже вот просто здесь то будем ответ на ее как раз и давить новые фразы не технический анализ и как не технический эксперт по-хорошему хомяка серой массы ничего не понимающий в трейдинге вот смотрю я на вот эти свечи и говорю себе ну них и наш себе раз два три 4 5 6 подряд зеленых свечей вот давай посмотрим историю где-то наверно раз два три четыре ну были да там но такие здесь что у нас тут раз два три 4 5 видишь как тогда 6 это реально много и знаешь я хочу сказать вот это вообще не предел потому что это так рынки реагируют на то что я скачал сказал буквально там две-три минуты назад во вступлении в начале части этого выпуска сейчас просто все складывается как идеальная полиница дров вот прям вот один к одному на то чтобы продолжать расти единственное что меня немножко еще смущает вот то что я всегда говорю рынке идут против ожиданий никто не пойдет так вот как куда там то есть рынок всегда всех нагнет и вот эта вся серия сейчас из зеленых свечей вверх выглядит мне как реально какая-то редкость которая мне кажется вот действительно может произойти потому что все сейчас такие ну да рост 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 ему такой больше там там сколько лично свечей но не может так вот идти просто вообще вверх должна быть коррекция ну вот блин даже должна быть коррекция а вот ты знаешь чего то она может взять и не быть нет она будет конечно когда-нибудь но вот этот сейчас просто стрик серия из этих зеленых свечей по мне так она реально может пойти дальше но какой-то момент конечно нас нахлобучат не знаю в какой вот но ну блин очевидно что мы должны сейчас вниз пойти скорректироваться да и вот я думаю что вот ее как раз не будет этой коррекции она сейчас может прям пройти дальше и теперь самое главное запомни я хомяк из серой массы а рынок пройдет не так как думают хомяки и вот сейчас на счет дух хомяки как раз и думаю что вот сейчас вот мы так вот пойдем расти и мы нам еще как раз вот ну может быть там свечку еще бахнем там две коррекция все-таки должна быть ну неизбежно чудо не бывает ты когда веришь в эту эйфорию думать вот она пошла все сейчас я там зайду на мамкины там тысячу рублей это мне дала там на обед и сделаю из нее сотку ну да ну да сделаешь ты из нее 0 как помнишь в этом было классном мультике кстати южном парке инвестиция а вот пожалуйста вы в холоде и у вас 0 вот он вот она вот она правда жизни которая кстати вот очень сильно лицом об стол и приложат но все же понятие возвращаемся к профессиональным не техническому анализу да это струя довольно мощно и сейчас есть все предпосылки для того чтобы эта струя превратилась в мощный фонтан но даже мощный фонтан потом упирается и вода с него падает как и хомяки которые прокатятся закупившись на хаях ну а дальше ты знаешь кстати вот еще один важный момент забыл сказать знаешь такую элизабет уоррен злобная бабуля которая всеми своими фибрами против крипто в любом общее проявление и против того чтобы финансы шли в крипто а крипто работала стрейт фай с традиционными финансами так вот ее на самом деле не выгнали с сената она осталась сенатором сохранила за собой это место но произошло еще более интересное событие более важно и на самом деле еще более позитивная а ее сместили с поста главы комитета банковского там что-то там бана глава да она была была главой банковского комитета и вместо нее сейчас будет другой республиканец который как мы знаем д факта и по дефолту всеми своими фибрами поддерживает крипто так вот это открывает еще одну огромную дверь для традиционных финансов крипто помимо там всех этих и те в которые мы там уже там уже слышали знаем которые кстати растут как вообще просто безумные так вот еще одни ворота еще один большой шлюз открывается для trade fire для того чтобы просто ринуться в мир крипто так что дает еще один фактор который вот я говорил вначале раскачивать сейчас всю эту ситуацию в таком супер позитивном ключе так что дождем продолжение этой истории и завершая выпуск буквально пару слов о том что на мой взгляд привлекает деньги инвесторов почему какие-то проекта взлетает какие-то нет по хорошему счету две вещи и они сразу ответят на вопрос почему ripple xrp всех достал а вот там чейнлинг два мероприятия провел о нем говорим мы достаточно мало в наших выпусках и так две вещи которые на мой взгляд толкают проект вверх и привлекают деньги инвестор первое это понимание уверенность инвестора в том что они будут не единственные кто вкладывает свои деньги грубо говоря ты вложился и потом все поехало вниз ты потерял свои деньги вот и когда понимаешь что ты будешь не один такой а будут еще другие вот тогда ты инвестируешь другими словами ты веришь не просто сам этот проект а ты понимаешь что за ним есть серьезная перспектива которая будет привлекать еще и другие и второе это та самая эйфория который мы сейчас используя испытываем вот которая прямо сейчас происходит вот вокруг нас вот в эти минуты в эти часы там секунды там дни и вот они вдвоем вот эти два фактора и привлекают деньги инвесторов все остальное это махинации следствия там какие-то там манипуляции там случайные события вот случайные события как раз и объясняют почему какие-то вообще неизвестные проекта просто взяли излетели кто-то там услышал купил на 100 баксов этих токенов он его капитализация там от 1000 там сразу на 10 процентов выросла и вот он пожалуйста уже взлетает на тысячи процентов потому что пошла 100 второй фактор пошел работа эйфория вот эти вещи поэтому что кажется чейн линка проект невероятно на мой взгляд интересный тут безусловно наверное может быть стоит о нем говорить больше так получилось что о нем сам я знаю мало и вот ну не часто как-то он вот на слуху поэтому если тебе что есть сказать здесь вот прям действительно по существу а там какие-то интересные вещи напиши об этом я почитаю и возможно это прям вот ну как-то триггер нет меня в хорошую сторону в плане того что заниматься им и слушать и изучать и говорить о нем будем больше вот поэтому все сейчас пока про xrp ripple особо ничего не говорю здесь будет интересное дальнейшее событие связано с генслером как следствие это суд судебный разбиратель со всех против рипла и как следствие его завершение каким-то там позитивным возможным сходом влияние на рынок здесь возможно может быть следующий катализатор который просто как очередная ступень этой ракеты разгонит ее еще выше ну это отдельная история к этому вернемся потом уже отдельно будет информация будут обсуждения и последнее что хотел сегодня сказать это 13 ноября который будет уже буквально там но на момент выпуска этого наверное завтра это информация о инфляции об инфляции в сша которая на мой взгляд может стать ложкой дегтя вот этого всего эйфорического состояния не потому что она там инфляции вырастет и все расстроятся а потому что за результаты ожидаемого сокращения могут оказаться выше чем факт и вот тогда рынок по часов до что-то наверно впереди паровоза и вот эти качели могут просто очень больно ударить обратным движением но посмотрим поэтому мы на связи смотри неус блоки смотри выпуске на крипто коммонсе переводы блогеров который мы делаем максимально там часто раньше и конечно же подписывайся ставь лайки под видео для нас для всей команды и крипто коммонс для бла бла крипто это является невероятной движущей силой вперед и отличным мотиватором потому что мы видим что это не просто сделали а это заходит это нравится поэтому комментарии лайки подписки это для нас большая большая благодарность твоей стороны не жмись будь порядочным увидимся через неделю всем пока